Здравствуйте, меня зовут Елена Кузовкина и сегодня в студии мы обсудим актуальную для многих тему. Вот что сейчас больше всего волнует жителей страны, ну и бурнаульцев в частности. Отбросим в сторону снегопад и километровые пробки? Правильно. Главный вопрос, что подарить родным и близким на Новый год, который, кстати, по восточному календарю будет годом металлической крысы. Вот про крыс мы и поговорим. Заместителем директора Барнаульского зоопарка Александром Чебутаревым и дизайнером Асей Масловой. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Да не одних. Да, я пришел не один. Я пришел с нашими маленькими питомцами. Это символ наступающего года. Это девочка Герда у нас пришла. Да, прекрасно. Совсем маленькая, да? И мальчик Кай. Почему такие имена? Ну, так как у нас лесная сказка, поэтому и имена стараемся придумать. Ой, не поддает. Мальчик совершенно не хочет покидать свою норку. Да, 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 да. Так. Ну, рядом с девочкой. То есть это семейная пара, правильно понимаю? Да, это семейная пара. Они живут вдвоем, очень дружелюбные. Они совершенно безобидные. Вот. Чем они отличаются от диких крыс? То, что они, во-первых, и продолжительность жизни у них, ну, не намного, но больше. Вот. Они абсолютно спокойные, не агрессивные. И даже к детям они относятся хорошо. Вот. Не кусаются, не рычат, не пищат. Вот. Единственное, то, что когда они пищат, это когда хотят покушать. А так они очень любопытные, забавные. Мне кажется, у многих детей, и у меня, в частности, тоже, когда был маленьким, у меня жили дома два мышонка. Ася, не боишься крысок? Нет, не боюсь. Саша, ну, передайте в руки. А мы сейчас проверим. Поверим. Да, давайте посмотрим. Пожалуйста. Вот так. Сема хороша. Угу. А у тебя был опыт держания дома подобных животных? У меня был хомяк. Был хомяк. У меня был хомяк, да. Рыжий очень забавный. Знаю, что ты его любила, но при этом… Примерно просто. Но у него истек срок годности, к сожалению. Срок годности, да. Но они так же, как и крыски, года два живут, правильно? Да, да. Ну, вот, наверное, это самый большой минус этих животных, да, потому что привыкаешь, вроде, за два года. И вот для детей, в частности, это может быть своего рода травмой, да? Ну, я была ребенком, для меня это была огромная утрата. Огромная утрата. Ну, как правило, родители в такой момент, если они вовремя углядели момент, они стараются незаметно подменить, да. Подменить. То есть на более молодой… Подменили. Сказали, что он уснул, а потом исчез. Да? Да. Уснула и исчезла. Ну, как вариант, наверное, тоже можно использовать. Внезапно испарился из клетки, да. А принц, который должен был поцеловать, не пришел. Сколько в зоопарке вот крысок? На самом деле, у нас сейчас, наверное, около ста крыс. Это вы всех грызунов сейчас посчитали? Нет, нет, именно крысок. Именно крысок. Потому что у нас есть так называемая зона, называется она крысятник. Вот, и в этом крысятнике как раз у нас живут такие крысы. Они очень хорошо размножаются, и у них в одном потомстве может быть по 10-15 малышей. Вот, они рождаются, я не знаю, с ноготочек такой. А почему вот такое сочетание в этой паре, белое и серое, вы решили поэкспериментировать? Сочетание может быть разное. Они, допустим, кто-то с кем-то может ужиться, а кто-то с кем-то нет. Вот эти сразу приглянулись друг к другу, поэтому живут абсолютно нормально, им комфортно вдвоем. Что? Как вы это поняли? Когда посадили вместе, у них любовь с первого взгляда сразу произошла, да. Они уже дали нам одно потомство, вот. И я думаю, что скоро, да, даже разговаривают. Ась, но твоя любовь к крыскам проявилась в твоих поделках. Расскажи, то есть это такая добрая традиция, каждый год руками делать символ года? Да, каждый год я либо открыточки делаю, либо игрушки. В прошлом году у меня был свинатур, такой большой проект, да, символ года свинья. Я как раз жила в Крыму, нашила выводок свиней, наполнила их синтепоном и лавандой крымской, все с разными характерами. И они у меня начали путешествовать по России. Я была в Крыму, потом поехала в Москву, Петербург, Новосибирск и Барнаул. То есть у меня такое турное было. И везде они находили дом. И такой был свинатур. Каждый день я писала про них историю, постила в Инстаграме, ВКонтакте. И прям очень активно мои знакомые, друзья, следили за их историей. То есть, по сути, это не просто сувенирная игрушка, это своего образа. Это персонаж. Персонаж, определенная жизнь, характер. Давай рассказывай. Вот первая мышка. Это самый первый, которого я сшил. Его зовут Гоген. Он такой очень загадочный, очень такой своеобразный молодой человек. У него есть даже челочка, губенечек. А что внутри? А внутри синтепух. Не лаванда? Нет, не лаванда, да. Это вареная шерсть, да, у него валеный хвостик. Такой комичный персонаж, и, возможно, даже частично меня отражает. У меня очень активная мимика. Это Киря. Он в костюме елки. Такой очень забавный товарищ. Когда про него историю снимала, он прям сел у меня в сугроб и пел песню про елочку. То есть это легкая такая сумасшедшинка в этих образах. И это детскость. Ну, образы, они как у тебя появляются? Вот почему елка? Почему елка? Ну, потому что Новый год, потому что карнавальные костюмы. Потому что хочется чего-то необычного. Сначала я просто елки делала, потом думаю, а почему бы не нарядить мышку в костюм елки? И так родил Сакиря. Так, ну и давай, представляю, третьего уж, чтобы не обидно было. А это Альберт, безумный гений. Многим знакомым моим напомнил Эйнштейна. Думаю, ну почему бы и не назвать его Альбертом. Вот, у него есть маленький снеговичок, тоже ручной работы из пластики. Ну, насколько мне известно, вот живые крыски гораздо дешевле стоят, чем вот крыски ручной работы, да? Но, как мне кажется, не все себе могут позволить. То эти могут жить вечно. Ну, не то чтобы вечно, если ему с силой оторвать колпак, конечно, он разрушится. Если постараться, то да. Но, да. Все-таки, наверное, будет правильнее подарить, наверное, все-таки вот такую декоративную мышь красивую в костюме елки или Эйнштейна, или еще кого-то. Вот, нежели вот этих живых. Это ответственность. Да, во-первых, большая ответственность. Во-первых, это, ну, когда расставание с этими крысками действительно очень плачевно будет. Вот, если есть дети, это будет вдвойне неприятно. Поэтому мы ожидаем, что после Нового года у нас, конечно, начнется тотальное нашествие крыс, так скажем, подарочных именно. Вот, мы каждый год испытываем это, ну, за исключением некоторых лет. Это как год дракона. Драконов нам, кстати, не приносили еще ни разу. Вот это да. А было бы неплохо. Мы бы прославились. Был год кролики, да, просто заполовину. Да, совершенно верно. Вы помнили Барнаузский зоопарк. Вот кролика, я не помню, сколько точно, но, наверное, около сотни нам этих кроликов принесли. И у нас даже была идея сделать остров кроликов. Вот, как есть планета обезьян, сделать остров кроликов. И на следующий год вот мы, наверное, все-таки сделаем выставку мышей. Потому что декоративные мыши, крысы, они очень красивые, очень интересные и по окрасу, и по своему поведению. Есть крысы-сфинксы, есть крысы черные, белые. Они еще крупнее же есть, да? Крупнее есть, конечно. И поэтому у нас вот такая идея есть, чтобы сделать именно выставку крыс. Саша, ну приходилось общаться с теми людьми, которые вот, собственно, кроликов, раз про них уже заговорили, возвращают, вернее, приносят в зоопарк. Какие главные мысли, почему? Главный вопрос, это у нас, естественно, почему вы отдаете? Ну, первое, это аллергия на шерсть у детей в первую очередь. Бывают и взрослые, которые страдают таким недугом. Но мы никому не отказываем, мы, в принципе, берем вот этих замечательных животных. И кроликов забирали, и мышек, и... На них тоже есть аллергия наверняка? Да, ну, это встречается редко, но все-таки есть. Именно на шерсть вот эти вот какие-то такие частицы, которые они попадают в воздух, и они вызывают аллергические реакции. Вот, поэтому мы готовы, наши... А где они сейчас живут? В крысятнике, в теплом крысятнике. В теплое помещение, и все в одном месте, вот все сто штук. Да, да, у них очень большой... А крысы, они сами по себе же живут большими стаями, поэтому для них это не привыкать. Если, допустим, сейчас мы их отнесем обратно, их обнюхают, и будут абсолютно нормально. То есть никаких агрессий со стороны других вот этих персонажей не будет. Он уже спит. Да, засыпает. Приклеился. Да. Ася, вот твое мнение, интересно, вот встал бы вопрос, подарить действительно вот такую декоративную крыску или живую? Ну, ребенку, подруге, все равно. Вот решилась бы ты на такой шаг, чтобы вручить? Ну, нет, потому что, ну, и не все хотят иметь дома питомца, не все могут. У многих коты, а для вот таких маленьких зверков это огромный стресс, я по своему хомяку знаю, потому что приходила домой, когда у нас был аквариум, и находила хомяка в разных частях дома. Он, ну, не вылезал, выбрал вот придушить кошке, не хотелось его, и он просто вот где-то сидел, и над ним кошка. И подвергать животное такому стрессу у нас потом уже был аквариум, аквариум в клетке, двойная защита. Ну, вот предположим, вот предположим, кто-то решил вот как бы над тобой, я не знаю, ну пусть будет пошутить. И вот ты открываешь коробку под елкой, а у тебя вот такая вот красота. Ну, у меня был день рождения, похоже, мне мама дарила котенка маленького, у меня был шок. Но это радость, безусловно, а потом уже приходит, так, а нужно же чистить за ним, прибирать, да, это далеко не уедешь, и так далее. Поэтому у меня сейчас живет просто пиявка в банке уже 4 месяца. Вот, пока такой вариант, потому что я на съемной. Саша, ну какую-то вы работу ведете, ну, быть может, зоомагазинами, ведь в первую очередь они понимают, что люди приходят не просто так, в преддверии Нового года, вот за этими существами. Как таковой работы, ты же правильно сказал, что некоторые вот эти приятные, в кавычках, сюрпризы, которые друг другу, ну, в качестве просто смеха, да, может быть, да? Да, 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 конечно, конечно. А тут не до смеха ведь, живое существо. Совершенно верно, смеха тут никакого. Ну, в первую очередь, конечно, люди посмеются, а животным на самом деле это ответственность, это забота какая-то. Вот, поэтому и зоомагазины, мне кажется, страдают таким же сюрпризом после Нового года, потому что несут не только нам. Приносит обратно. Да, несут и обратно в зоомагазины, несут и потом передаривают друг другу, потом, не знаю, по наследству кому-то достается. Вот, поэтому нет, конечно же нет, лучше все-таки какая-то подделка в виде мышки, крысы и все, а вот живых лучше оставить, мне кажется, в покое все-таки. Вот все наше интервью сводится к тому, что мы каким-то образом убеждаем людей. Образиваем к осознанности. Я думаю, что если мы сейчас проведем какое-то голосование, мне кажется, все-таки победят вот они, вот эти персонажи, которые вымышленные, так скажем. Здесь усидчивость, терпение, немного идей из интернета, почему бы нет, вдохновение определенным человеком, потому что люди очень сильно вдохновляют и желание удивить. Спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, разрешите вас поздравить с наступающим Новым Годом. Мы в вашей редакции дарим этих вот замечательных крысок на Новый Год, чтобы вот этот символ ваш, крыс, он помогал вам, вот, и дарил вам успех и удачу. Скоро они, да, умножатся в количестве. Да, 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 и вы можете каждому потом подарить отдельно. И мы вам принесем их потом в зоопарк. Привет, малыши. Ну, вот так вот. На этом наше интервью закончено. Спасибо за внимание.